Короче, рассказываю кратенько, садимся на подъемник с корешем, с Витьком, чтобы подняться на гору, и с нами заходит два поляка, мужчина и женщина. Ну и мы начинаем с Витьком просто разговаривать, и в моменте тип спрашивает, а вы кто по нации? Ну и Витек отвечает, русские, и он просто берет с таким презрением. Ну, уже с того момента, короче, желание, бля, просто бордом переебать его, нереальное было, короче. Да, ты не европейская культура, это правильно, ты азиан. Он говорит, Россия, это не Европа? Like mongors. Да, поэтому говоришь, типа, like mongors. Сейчас просто без негатива, аккуратненько доезжаем. Не, меня просто эта тема очень напрягает. Ну, я знаю, где подумать. Просто и продолжается дальше хуйня, это, короче, он начинает конкретно базарить за политику, и рассказывать о том, какие русские хуевые типы. Поляк, который вообще не знает ни капельки, бля, о русской душе, о русских людях, и имеет какое-то право, бля, и вообще в целом рот открываетесь, в такой надменности с нами базарить. Ты говоришь в русском? Нет, он говорит по-польски. Почему? Я должен говорить. Это язык... Это лучшая язык в мире. Нет, нет. Украинцы, которые не очень хорошие страны... Ты не знаешь о русских людях. Не говори о русских людях. Ты не знаешь все. Ты не знаешь. Ты просто стеркнись в мутынах и идешь в рот, окей? Окей, ты идешь в рот. Не говори. Так что, скажи мне о русских людях. Что? Почему ты так? Ну, интересно. Интересно, как бы, ну. Рано или поздно, видимо, это должно было произойти в среде такого хуеглота. Но в целом, вообще, слава богу, короче, что обошлось без всяких драк. Но потом, когда уже вышли из кабинки, думаю, сука, все-таки прям на хорошего леща, такого аккуратненького, чтобы еще кружочек на кабинке нахуй смотался, потом уже очухался. Ну, прям заслужил текочек. Продолжение следует...